Выходишь в другой, это очень удобно. Не надо тебе толкаться, пропускать одних, выпускать других. Ты заходишь в одну дверь, где написано «Герыш», и выходишь там, где написано «Чекеш». Через «Чекеш» ты не зайдешь, она открывается только из внутренней стороны. Так, смотри, что мне нравится. Поначалу этого генерала, как это называется, ящички для вещей, как они называются? Камеры хранили. Да, что их вообще здесь нет. То есть вообще думаешь, а как так вот заходишь со своими вещами, с какими-то покупками, с картофель. Например, идешь на рынке, затарилась огурцами, помидорами, морковками, надо тебе зайти в хлеб. Заходишь в хлеб, и вдруг тебе скажут там на кассе взвешивать. Никера, никто не говорит. Было такое, что мы в одном магазине купили хлеб, а он же тут везде государственный, одинаковый. Потом зашли в другой магазин, чтобы покупать. А нам показывают типа «Экнет», а мы такие, говорим, ну, называемый магазин, где мы его купили. Они, а, окей, окей, все, без проблем. Ты идешь со своими покупками, тебе никто не остановит с тем, что у тебя что-то в пакетах, каким это на кассу не протянули. То есть вообще, даже если я взяла хлеб, да, допустим, показываю, я его не даю на карту, просто показываю, говорю сколько, ну, там, если «Экнет» показала, они, окей, все, они его пробили. И за остальные покупки никто тебя не будет карманы выворачивать, никто не будет требовать, покажите чек. И даже спросишь типа «Чека», они «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на». Вот так вот, вообще мне это прет, конечно. Заходишь в одну дверь, выходишь в другую дверь, ходишь со своими покупками, носишь их в руках, никто тебе слово не скажет, не потребует тебя чек. Ты знаешь, сколько даже в Севастополе, вот у нас слепо под домом, сколько было такого, даже показывали, что, допустим, там ставят камеру хранения, пакеты, пока что подошлись по магазину, выходят уже пустые камеры. А ты знаешь, что Костя даже один раз вот так вот что-то поставил в камеру хранения, взял ключик с собой, прошелся по магазину, у нас же в Севастополе, подошел в камере хранения, перепутал ящичек, открыл своим ключом, посмотрел, а там чужие вещи. Он такой, твою мать, это же не мой ящичек. Закрыл и нашел свой. Там один ключ, подходит сразу к целой куче ящиков. И даже вот по новостям показали, там бабка какая-то, хитиш подняла, прям показывает по камерам хранения, что охранник потребовал бабку оставить свою сумку, ну, вот эти, женские сумочки, да? Да, да, и у них же написано, что магазин не несет ответственности, или пишет, что я не знаю, не панкет от камеры хранения, а пришли, а панкет от вас, варни-ка с пугом. А тут это удобно. А многие, знаешь, как делать, особенно, если, там, здесь, когда в ночное время ходят люди с тележками, такие специальные тележечки, нападают именно для покупок. Это, кстати, удобно, только для ног, да, и все, да, и все. Там, два полоски, и она высокая, плотная, сручка, и специальная для покупок. Многих берут просто, вот, это очень удобно, да. И многие берут просто, перед тем, как зайти в магазин, просто оставляют на улице, или пакеты оставляют на улице. То есть, там, они большие, допустим, там, по-моему, с овощами, они просто оставляют на улице, и никто не возьмет. Ну, ладно, ясно. Все, соболям тоже привет. Скажи мне, Свет, ты увидишь, скажи мне, как тебе понравилось. Привет, Костя. А, тут Менка? В Белобрусе только он был из шумей. А, ну-ка, брызь. А мы с ней, это, поздравляшки, Пастяна. Привет, Бенка. Тебе приятно, Костя. Тебе тоже. Блин, на улице Жарапова, сейчас в футболках можно ходить. Костя, а на улице Жарапова, в футболках можно ходить. Я, вон, в одной рубашке наезжал. В одной рубашке сжарился на улице. Ну, блин, ну вот, представляешь, мы куртки себе купили, но мы их еще ни разу не одели. Я одела один раз. Ну, здесь самый холодный месяц в федерале, вообще-то считается. Ясно. Ага. Такая-такая, короче, ты, что бы сказал, не страшнее родины, да? Ну, да, все равно. Кумаш, тоже переполнила все. Больницы все переполнили. Кумаш, тоже переполнила все. Так, надо брать, как говорят. Мия! Ну, как и говорят, что каждый год от обычной земболии умирает минимум полмиллиона человек, и это только в одной Америке. Так. Так. Спасибо. 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 Я об этом узнала только у нее со страницы в фейсбуке, она пишет, что типа вот уже прошло 50 дней с момента ковида или что-то такое она написала. Она говорит, хотела позаниматься, сделать легкие упражнения, самые-самые легкие, как в зарядку, а уже 3 часа, говорит, не могу нормально дыхание в порядок 30. До сих пор не могу нормально дышать, голова хрустится. И прошло 50 дней с момента ковида. Нет, он есть. Он есть. И как даже Ланк написал, что это боевое оружие на уничтожение, он есть. То есть его реально создали кто-то что-то специально все уничтожит 80% человечества, там, ну, население Земли, ну, по крайней мере стариков и больных уничтожить. Вот. Но все остальное, допустим, вот эти масочные режимы. Ты знаешь, сколько у нас тут уже, во-первых, в пролете осталось очень много гостиниц. У нас же все побережье это гостиницы. Очень многие закрыты были в этом году. какие-то пораззорялись. Их выкупил министр туризма Турции. А вчера, в конце с Викой, ходили гулять и видели, как одну гостиницу сносили. И тут еще одну какую-то рядышком из нашего дома. в порядке, в порядке, в порядке. вроде как и сказал все это херня не страшнее ангина потом закона температура херачила его даже увезли куда-то подъем и 29 декабря просят не принесли принесли только 2 января сказали да никакого ковида нет обычная люди болеют аппаратами делать всевозможные короче мне ленка объяснила как она делала разные варианты она мне объяснила как делать лучше всего и и